Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Между властью и обществом. В Чебоксарах прошло первое заседание общественного совета при главе Чувашии. После болезни на реабилитацию. В республике переболевшие ковид-19 проходят лечение в санаториях. Всенародная память. В Чувашии прошел флешмоб, посвященный открытию года строителей оборонительных рубежей. Сегодня состоялось первое заседание общественного совета при главе Чувашии. Главная задача этого гражданского института – создание постоянно действующей площадки, на которой будет развиваться диалог власти и общества. Совет состоит из представителей общественных объединений и негосударственных организаций. Председателем общественного совета при главе Чувашии стала Наталья Портасова. На первом заседании члены общественного совета разделились на комиссии по разным направлениям работы и выбрали их председателей. Здесь и комиссии, и в целом общественный совет может работать автономно, вырабатывая конкретные предложения в качестве рекомендаций для главы Чувашской республики для дальнейшей их реализации. Такой формат, мы с вами видим, он в целом организован в работе аналогичных советов. И тем самым, как мы изначально говорили, тем самым мы полностью заменяем с вами институт советников. Одной из первых идей общественников стало проведение общереспубликанского приема граждан в день 20-летия с момента принятия Конституции Чувашской республики. Документ формировался на сломе эпох в течение шести лет, с 1994 по 2000 год. Фестиваль народов в связи с эпидемиологической обстановкой решили перенести с 4 ноября на 30 число, в день принятия Конституции республики. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. За последние сутки коронавирусом заболели 58 жителей республики. Зарегистрированы 3 летальных случая. Вылечились 108 человек. Все больше тех, кто прошел через болезнь, приходят в норму и возвращаются из больниц к обычной жизни на долечивание. О том, как проходит постковидная реабилитация в Чувашии, расскажет Инесса Потапова. В четырех медучреждениях республики полным ходом идет реабилитация больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Ослабленный организм нуждается в восстановлении. Для того, чтобы пройти курс, необходимо направление, выданное лечащим врачом. Имеются особые требования для постковидных пациентов. Обязательно должен пройти период самоизоляции после выписки из стационара по поводу перенесенной пневмонии. Он длится 14 дней иногда и дольше. И обязательно наличие результатов анализов на отсутствие вируса в организме. Либо на наличие антител. Реабилитационный курс длится от 10 до 14 дней. За это время пациенты практически полностью восстанавливают свое здоровье. Программа составляется индивидуально для каждого пациента. Учитываются показания, противопоказания и совместимость процедур. Например, посещению барокамеры противопоказаний практически нет. За исключением клаустрофобии. Внутри аппарата под повышенным давлением в организм человека проникает кислород. Мышечный тонус повышается. Комплексная медицинская реабилитация, она включает в себя как медикаментозное сопровождение, так и физические методы реабилитации. Традиционно назначается лечебная физкультура с элементами дыхательной гимнастики. Озонотерапия, массаж грудной клетки. Медики отметили, что частым побочным эффектом у постковидников являются боли в суставах. Для обезболивания и снятия воспаления применяются грязевые компрессы. Немаловажную роль для пациентов играет психотерапия. Она помогает избавиться от страха заразиться вирусом вновь. Расслабляющий эффект дает арт-терапия и посещение соляной пещеры. Это очищает бронхи и помогает укрепить нервную систему. Врачи внимательно следят за состоянием здоровья каждого пациента. Валентина Ивановна для прохождения реабилитации приехала в Чебоксары из Ядрина. Месяц она лечилась от коронавируса в больнице. Болезнь не переставала о себе напоминать. В условиях дневного стационара курс реабилитации будет оплачен из фонда ОМС. Действует также республиканская программа софинансирования. Лечение здесь пациент получает абсолютно бесплатно в дневном стационаре. Но здесь пребывание подразумевается только в течение дня. Ночует и пять раз питается в гостинице. И половину стоимости питания и проживания оплачивает ему государство. На данный момент более 400 пациентов уже прошли медицинскую реабилитацию. 82 пациента ее проходят. И более 300 заявок от жителей республики поступило. Инесса Потапова, Александр Отяков, Республика. Олег Николаев встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Они обсудили ход строительства и реконструкции автодорожной сети. В рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги в республике ежегодно обновляется автодорожная сеть. Из 65 объектов незаконтрактованным остается реконструкция автомобильной дороги по улице Гражданская. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу и уже неоднократно возвращалась с замечаниями. По поручению главы республики в начале 2021 года начнет работу Единая служба заказчика. Она будет осуществлять и координировать полный цикл строительного процесса. От проектирования до строительного контроля. На встрече обсудили и возможный вариант передачи некоторых участков региональных дорог в федеральную собственность. Участие региона в реализации федерального проекта «Мосты и путепроводы», который скоро стартует в стране. Сегодня на заседании антитеррористической комиссии в Чувашской республике обсудили приоритетные направления работы. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры – одна из важнейших задач, решение которой требует координации и взаимодействия правоохранительных органов, органов власти, самих хозяйствующих субъектов. На территории Чувашской республики находятся 29 объектов железнодорожного транспорта, 2 объекта водного транспорта, 3 объекта воздушного транспорта, 4 объекта наземного транспорта. В соответствии с законодательством транспортной безопасности проведена дополнительная оценка их уязвимостей. Аналогичная работа проводится и в отношении дорожной инфраструктуры, после чего будут определены дополнительные меры по повышению их защищенности. Глава Чувашии, который является и председателем антитеррористической комиссии, отметил, очень важно, чтобы принятые решения выполнялись своевременно и в полном объеме. В противном случае все усилия будут безрезультатны. Чебоксарский аэропорт после реконструкции сможет принимать больше транзитных авиарейсов. Об этом глава Чувашской республики рассказал на встрече с Приволжским транспортным прокурором Дмитрием Конышем. Руководитель региона отметил, что республика намерена развивать транспортное обеспечение. Модернизации воздушных ворот уделяется особо пристальное внимание. Сейчас идет реконструкция аэровокзала международного аэропорта Горча в Аксаре имени Андрея Горча Николаева. И планируем завершить работы в следующем году. Олег Николаев добавил, что после реконструкции Чебоксарский аэропорт сможет принимать больше авиарейсов, в том числе транзитных. Это потребует создания совершенно новой транспортной инфраструктуры для удобства и безопасности пассажиров и работников отрасли. Обсудили и безопасность на водном транспорте. Глава Чуваши рассказал о планах по приобретению в собственность республики нескольких судов типа Валдай-45Р. Итогом встречи стала договоренность о тесном взаимодействии для обеспечения высокого уровня безопасности на транспорте для жителей и гостей республики. Инесса Потапова, Семен Антонов, Республика. Новочебоксарское собрание депутатов после избрания главы города продолжило работу. На повестке дня – формирование постоянных депутатских комиссий. Народные избранники Новочебоксарска сформировали шесть постоянных комиссий. Они будут вести работу в сфере ЖКХ, молодежной политики, физкультуры и спорта, экономики, бюджета, законности и депутатской этики. В работе собрания депутатов принял участие и глава Чувашии Олег Николаев. По мнению руководителя региона, Новочебоксарск обладает большим потенциалом. В городе уже работают современные предприятия, но для дальнейшего развития должны появляться новые производства. Наша задача на самом деле очень простая – добиться того, чтобы республика развивалась поступательно и динамично. У нас такой потенциал, он есть. И в этой связи хочу особо обратить внимание, что у города Новочебоксарска вот этот потенциал, на мой взгляд, наименее раскрыт. Тем более, на сегодняшний день, ну и лично ежедневно ведется работа по тому, чтобы город Новочебоксарск получил статус территории, опережающей социальной экономической развитии. Город Новочебоксарск, являясь гордым спутником столицы Чувашской республики, обладает большим потенциалом и инфраструктурным, и с точки зрения наличия компетенций для того, чтобы здесь возникали или появлялись новые производства. У нас с вами предстоит вот через последовательную ежедневную работу вот все эти возможности и потенциальные моменты раскрывать и реализовывать в плане создания реальных новых производств, новых предпринимательских структур, скажем так. И, конечно же, это новые рабочие места, а значит, новые бюджетные возможности. Благодаря рекордной урожайности и высоким ценам на пшеницу Россия стала ведущим экспортером зерна. Эти факторы позволяют российским и чувашским сельхозпроизводителям увеличить пассивные и вводить в оборот некогда пустующие и необрабатываемые земли. Аграрии республики считают, что в такой ситуации необходимо поддерживать в первую очередь российские предприятия, которые собираются увеличивать производство зерна. Споры, развернувшиеся вокруг агропарка Сычуан-Чуваша, лишний раз подтверждают, что всему свое время. Фермер Василий Семенов считает, что 6 лет назад, когда возник вопрос о создании агропарка, в китайской компании в Чуваше были проблемы с развитием животноводства и растеневодства. В нынешних условиях, когда производство сельского хозяйства растет, надо делать упор на отечественных производителей. Наши предприятия постоянно расширяются, в том числе и наши хозяйства. Мы уже 1200 гитаров выращиваем зерна, увеличим еще. То есть вижу такую тенденцию, что пустующие земли не останутся. Есть даже теперь новая текция, такая мучер называется. Деревья даже с такой древесиной, такой толщины древесины, их перемалывают, превращают в поля. В этом плане, возможно, администрации уже не очень и нужны, потому что российские, я бы очень хотел, чтобы и чувальские производители сумели сами с этим заняться. Но, опять-таки, все надо решать в правом поле. С увеличением цены на зерно, ликвидности зерна, пшеницы и та долгосрочная перспектива, теперь все производители, скажем, стремятся увеличить свои площади по производству зерна. Не только в Чувашии, но и по всей России уже к нам хотят тоже ехать работать. То есть у меня полная такая уверенность, что наши производители уже могут заместить все производства, то есть могут использовать все свои земли, произвести столько продукции, сколько нужно и сколько возможно на эти земли произвести. Разумеется, никто не говорит о том, чтобы категорически запретить иностранным инвесторам работу в республике. Это противоречит и закону, и здравому смыслу. Но они, в свою очередь, должны играть по правилам, принятым на нашей территории. В случае с агропарком Сычуань-Чуваша сложности возникают из-за недостаточно проработанной документации. В материалах, что предоставила корпорация, есть только изыскания на строительные площадки и лишь вскользь про производство. Да и строительство началось без представления проекта. На руках были только эскизные наброски будущего завода без его внятных характеристик. Любые проекты, и в нашей стране тоже, они должны иметь проектно-смертную документацию. Где бы расписан календарный план, то есть какие сроки. Дальше производственный план, когда мы выходим на проектную мощность. Дальше финансо-экономический анализ его эффективности. То есть, к сожалению, мы в тех материалах, которые представлены, мы этого всего не видели. Поэтому для инициатора проекта, если мы хотим его двигать вперед, значит, необходимо, согласно Грозису строительного кодекса, подготовить проектную документацию. И она должна пройти госэкспертизу, в том числе экспертизу экологическую. Инвестиции хорошо, но инвестиции должны быть просчитаны, продуманы и пошагово проговорены с властями разных уровней. Предприниматели из Поднебесной не учли многие законодательные требования. Не были внесены и изменения в генеральный план поселения. А значит, все решения по реализации китайского инвестиционного проекта должны приниматься с учетом мнения жителей. Татьяна Молокова, Ульяна Пятакова, Александр Отяков, Владимир Синдеев, Республика. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот на обеспечение их жильем. Что произошло и как предотвратить подобные сбои в дальнейшем, решают сразу несколько ведомств. К руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике обратились граждане из числа детей-сирот, обладающие правом на приобретение им жилья за счет средств федерального и регионального бюджетов. У указанных лиц имелись соответствующие решения судов, однако до настоящего времени жильем они обеспечены не были. Следствие показало, что должностные лица министерства, обязанные предоставить детям-сиротам жилье, не предприняли соответствующих мер для освоения выделенных на эти цели бюджетных средств. Таким образом, за 2018-2019 годы более 67 миллионов рублей остались невостребованными, а более 1400 детей-сирот остались без положенного им жилья. Следственным управлением Следственного комитета в ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка действиям конкретных должностных лиц министерства, ответственных за совершение данного преступления. Впрочем, дело тут не только в халатности. Не в последнюю очередь проблема возникла из-за нехватки денежных средств. К сожалению, рост стоимости одного квадратного метра жилья опережает законодательство в части обеспечения жильем детей-сирот. Ситуация усугубилась из-за введения льготной ипотеки. Повышенный спрос сократил количество свободных квартир у застройщиков. С застройщиками сегодня ведется работа. Но в связи с того, что действительно есть адаптарный спрос уже на рынке, сейчас, в ближайшие дни, я думаю, мы поменяем правила и позволим покупать квартиры не только готовые жилья, но и поисковым считаниям. В октябре кабинетом министров Чувашской республики принято распоряжение, в соответствии с которым вводится новая методика расчета стоимости жилья за один квадратный метр. Конечно, мы все понимаем, что жилье в сельских муниципалитетах и в городе Чебоксары, Ново-Чебоксарске, они не одинаковы. Соответственно, этой методике появляется возможность выделения денежных средств разным муниципалитетам по разной стоимости жилья. Поэтому это, конечно, очень важно. И именно с учетом вот этой новой методики мы надеемся, что денежные средства, которые будут выделяться и из республиканского бюджета, и из федерального бюджета, их будет достаточно на приобретение жилья. На сегодняшний день часть детей-сирот уже получили жилье. Это 129 квартир. А еще 34 квартиры готовятся к передаче. Идет процедура оформления документов. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Александр Отяков, Республика. С 1 октября 2020 года в Чувашии, как и по всей России, началась призывная кампания. Об особенностях призыва в этом году в нашем следующем материале. Эпидемиологическая ситуация не повлияла на начало осеннего призыва. К концу года в ряды российской армии должны отправиться более тысячи человек из нашей республики. Но есть и некоторые новшества, продиктованные пандемией. Соблюдаются меры безопасности. Абсолютно для всех это масочный режим и социальные дистанции. Призывники сначала проходят тестирование на коронавирус за 3-4 дня у себя по месту проживания. Так как, как только станут известны результаты и все в порядке, ребята соберут на призывном пункте своего района или города и автобусом отправлять их на республиканский сборный пункт города Чебоксары. На республиканском сборном пункте ребят ожидает еще одна проверка на ковид-19. На этот раз экспресс-тест, результат которого будет известен через 15 минут. И только после подтверждения все, что в порядке, ребята попадут на так называемую чистую зону, где все, 100% наших работников протестированы на ковид. В период пребывания на сборном пункте ребята будут обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и так далее, запасы которых у нас созданы в достаточном количестве. Если у призывника окажется все-таки положительный тест, то его немедленно изолируют в отдельное помещение и отвезут в обсерваторию на базе республиканского детского санатория. А те, кто прибыл вместе с ним, отправляются в поликлинику для дополнительного анализа. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика. Открытие года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии поддержали в муниципалитетах. Исторический флешмоб прошел по всей республике. Героев тыла вспоминали на митингах, концертах, патриотической песни, реконструкциях. Мы выполним указание Государственного комитета обороны от 16 октября 1941 года. Ровно 79 лет назад в эти октябрьские дни началась мобилизация жителей Чувашии на строительство оборонительных рубежей. На территории республики их было два – Сурский и Казанский. Во всенародной стройке приняли участие 170 тысяч человек. В основном – женщины, подростки и старики. Их внуки и правнуки попытались погрузиться в атмосферу того времени. Товарищи, Москва готовится к обороне. На строительство мобилизовано около 450 тысяч москвичей. Причем три четверти из них – женщины. В холод и дождь, в обстановке непрерывных налетов вражеской авиации, они трудятся беспрерывно, ищадя себя. В историческом флешмобе участвовали и актеры республиканских театров и местные жители. В память о тех, кто ценой собственного здоровья, а иногда и жизни, в течение трех месяцев построили 380 километров противотанковых рвов с блиндажами и дзотами. Звучали песни, стихи, воспоминания. К сожалению, эта тема долгие годы была закрытой. Горько осознавать, что мы столько лет жили рядом с настоящими героями и не понимали этого. Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей должен стать своего рода искуплением перед их памятью и историей в целом. Это были главные новости четверга. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok